снова я сегодня без микрофона и велосипеда потому что видите какие на дне головой на небе нехорошие дела творятся поэтому мы сегодня выехали в авто поездку маленькую но немножко сейчас вам покажу что за как куда поехали сегодня выбрался я вот такое вот поле бесконечное огромное горы 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 тучи и тут среди поля смотрите как будто бы какие-то великаны играли во что-то и разбросали какие огромные волны невероятного просто размера сейчас сам подойду посмотрите смотрите чтобы понимали это камень это я в полный рост стою какая громадина будем считать что это еще одно моё место силы а тут есть он такое местечко силы поменьше смотрите за камнем такие уже засыхающие игрушки ну ладно буду выбираться отсюда не знаю как природа этих камней и что здесь было но цель поездки было деревушка найдено вич и здесь находится старое старое кладбище мы каждый год него ездим там находятся мои предки прабабушка и прадедушка помогли ли получить по маминой линии по женской по маминой по бабушкиной и вот это ее родители и вот тут вот старая 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 кладбище а там дальше за ним деревушка найдено вич а тут видите эти камни они вот какими-то этими сами холмиками лежат может тоже что-нибудь какого-нибудь охранение еще времен даже не знаю чего речь поспалитой сейчас пройдемся посмотрим по деревушке и все поснимаем немножко смотрите немножко ближе подошел осталось всего лишь раз два три четыре четыре сосны и одна березка и такое кладбище даже наверное нельзя и кладбище называть погост какой-то и там вот на горочке еще церквушка старая стояла но кому нужны эти старые церквушки и все эти памятные места видите все деревья повысекали что-то мне кажется что со временем и здесь какую-нибудь картошку или кукурузу пасает есть такое ощущение а там вот родная моя через непонятно сколько колен деревня найдено вичи сейчас мы по ней пройдемся а вот так вот выглядит место где мои прабабушка и прадедушка видите как красиво порядочек желтенький песочек красота не зря приехали навели порядок ведь еще здесь не были большие большие деревья в этом году кстати даже как-то непривычно я даже не узнал это место смотрю просто ну как бы раньше на горке даже не туда повернул разворачивался злился ругался все из-за того что порядок набили тут кто-то свой непонятно зачем вот этот бакустик на горочке а сама деревушка найдено вичи вон там вот расположено здесь конечно не много всего в этой деревушке ну возможно что-нибудь можно будет найти и показать что это как-то без велосипеда когда идешь кажется даже и сказать нечего о птички вылетают да ну и погода конечно сегодня жутко подкачала смотрите тут как бы разделено какие то есть старые домишки очень старые а где-то просто дачи видите кто-то построил себе дачи но сейчас по этим дачам немножко пройдемся посмотрим какие тут прекрасные дома музыка где-то за деревне играет вот как-то так ну что вон там та улица это человек в розовом идет наверное местный блогер какой-то пойдем за ним по пятам так вообще красиво камера наверно не передает ну и все как я люблю видите куча дорожек 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 всяких дорожек еще и батарея как назло садится я ничего не поснимал так тогда будем в режиме экономном снимать все идем туда ну да вот такие вот тут деревенские домишки в какой-то из этих домов мы все с бабушкой приезжали тут или какие-то родственники жили ну короче наверное вот или на этой или на какой улице в общем-то жили мои и прабабушка и прадедушка в этой деревушке найдено видите по смотрите ведь как раз и распогодилась ну красота же но где я если честно вообще без понятия вон там должно быть красиво сейчас посмотрим кстати сегодня суббота что будет отражено в названии этого ролика ну и так-то для субботы кажется что очень даже как-то людно смотрите какая черная туча сейчас накроет видимо сильный дождь может быть не будет не накрывает может даже с молнией это было бы классно смотрите как тут креативненько у людей вот такое жарево я бы себе построил из камней гулянтика классно ну и такая домишко это наверное больше как дача и дорог выездов из этих мест тоже достаточно большое количество все ведут в какие-то поля и самое интересное что машины которые тут все с номером 7 минский регион то есть из минска едут на выходные отдыхать вот такие сосенки красивые ну естественно как любая деревушка как же она может обойтись без того самого ну такой какой-то крестик ну очень очень-очень-очень старый очень при очень ведь так ну и там наверно все деревня заканчивается давайте пройдем глянем а может и не заканчивается не это наверно уже на окраине заборы конечно и очень креативные не металлические заборы не подходят мне кажется не придумали еще дизайнеры какие-то заборы чтобы они были и аутентичные и экологичные еще и долговечные а здесь уже прям такие старые-старые домики смотрите тут наверно уже никто не живет он там маленьком домики видите дымок идет ну и все так тут она наверно заканчивается идем тогда назад и самое интересное что когда ходишь снимаешь на камеру давно уже снимаю на никак не могу согнутся с мыслью что если кто-то видит чувствую себя как-то не очень комфортно и наверное люди все вокруг ощущают что какое-то неприятие того что тебя в общем-то снимают или ты попадаешь в кадр и вообще что кто-то интересуется тем что что ты что-то снимаешь как вы думаете напишите пожалуйста в комментариях буду вам очень признателен за то что поделитесь этой секретной информацией вот такие старенькие дома видите но с таким красивым ландшафтом более такой новый дом и тоже вот такая горка погребок наверно там переделана молодцы прикольно мне нравится тут можно даже пройти между огородок другому соседу так ну что кружком давайте обойдем вот так немного обсмотрим все что тут еще есть там по-моему если в ту сторону пойти то там будет озеро ну ладно ладно я туда не пойду о смотрите а тут прям как в этом самом как во власти линия колец у хоббитов гляньте какая интересная штука сделана из этих самых из шин по периметру сверху сверху заросло травой а там получается погребок интересненько кстати через все найдено еще ведет одна такая вот как эта улица центральная видите она же главная дорога очень даже неплохой такой асфальтик молодцы смотрите какой непогоды ветер нагнал на небе как черные черные не зря даже не туча хочется сказать охмара а тут смотрите какой пень огромный от старой липы наверно или от чего ну короче видите такой как бы контраст такие старые домики и он такие красивые дачи нас банями там со всеми делами молодцы умеют уживать вот такое ну такое более-менее современная так но мы идем прямо даже есть автобусная остановка если верить расписанию один автобус день это может быть даже выходной ходит такое вот место хотя асфальт классный могли бы чаще как-то сюда приезжать может быть люди вы потянулись бы таким отдаленным местечком может быть мы с бабушкой и вот в этот дом заезжали но не могу вспомнить к сожалению техники тогда никакой не было чтобы под заснять а может быть где то вон туда мы тоже не знаю ну и тучи по свойственной им природе начали сыпать огромные капли обычно мы все время кстати на кладбище ездили вот тут и я помню был интересный момент тут была такая какая-то лужа огромная или яма или что и мы там забуксовали а бабушка по моему нее как раз новая машина была mazda или москвича zlk не помню короче буксовали буксовали злились смотрите как тут красиво по разным ну и вот он на кружком как бы обошел и прямичком опять дорогах тому месту где похоронены мои прабабушка и прадедушка смотрите вскрылась интересная информация если вот там кладбище а вот тут вот крайний дом наш дом который сегодня в столбцах он находился или был построен по воспоминаниям жителей где-то вот тут значит это еще одно место нашей силы теперь будем знать не зря так тянула к тем камням которые показывал раньше дождь становится все сильнее и сильнее и теперь я понял почему все время так хочется идти каким-то хвойкам или еще к чему-то потому что наши родные места этот супер классно ладно все надо идти к транспортному средству потому что сейчас полностью вымокнем да и в целом я что хотел уже наверное вам показал поэтому сейчас если приеду домой и будущее желание пока чуть на велосипеде что-нибудь покажу так сказать велопрогулка ну а если нет тогда на сегодня буду прощаться дом наш был где-то вот тут буду прощаться возможно если погода будет хорошая то встретимся тогда с вами завтра